Экспертно-криминалистический центр сочинской полиции. Именно сюда доставляют весь изымаемый из незаконного оборота алкоголь. Водка, коньяки, всевозможные наливки с экзотическими названиями и многими любимая абхазская чача. Вся эта алкогольная продукция вне закона. Чаще всего она реализовывалась под видом спиртного домашней выработки. Однако, по словам эксперта, это далеко не так безобидно, как может показаться. После исследования спиртосодержащей жидкости было выявлено, что содержание токсических примесей превышает заявленные нормами ГОСТа. И при употреблении данной жидкости возможны последствия для организма неблагоприятные, вплоть до летального исхода. Уходящий год для сочинских полицейских стал особенно урожайным в борьбе с нелегальным алкоголем. Из оборота изъято более 100 тонн спиртосодержащей жидкости сомнительного производства, а в некоторых случаях просто смертельного напитка. Большая часть из нее является фальсифицированной и признана опасной для жизни и здоровья граждан. По данным фактам возбуждено 13 уголовных дел. Также было привлечено к административной ответственности более 600 граждан. Буквально несколько месяцев назад оперативники выявили арендованный склад, на котором обнаружили около 130 тысяч стеклянных бутылок различного объема, в которых находилась спиртосодержащая жидкость. В общей сложности силовики изъяли со склада около 60 тонн алкоголя. На этикетках были указаны торговые марки нескольких известных производителей, однако акцизы оказались поддельными. Также исследование показало, что алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТа. В ходе предварительного следствия был обнаружен и офис злоумышленников, оборудованный в сочинской квартире. Там хранилась отчетная финансовая документация. По версии правоохранителей, алкоголь на складе предназначался для распространения в торговых точках курорта. Употребление таких напитков, как игра в русскую рулетку. Вот один из таких героев, которому море по колено. В его домашнем баре излюбленный напиток – настойка боярышника. Дешево и сердито. Выпил, запил пивом и поджег собственный дом. В хлипкой постройке в тот момент находилась его дочь. Трагедии удалось избежать чудом и вовремя прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы. У всех на слуху недавняя трагедия в Иркутске. Там от употребления настойки боярышника погибли десятки человек. Кстати, для его реализации коммерсанты придумали так называемые алкоавтоматы. Они позволяют без продавцов приобрести бутылку сомнительного напитка. Чаще всего он продается под видом лосьона для дезинфекции рук. В Сочи своевременная реакция полиции и администрации города помогла вовремя пресечь такую торговлю. В продолжение темы новогодних праздников правоохранители особо отмечают проблему нетрезвых водителей. Только в этом году их было выявлено более полутысячи. Еще более полутора тысяч отказались от медицинского освидетельствования. Недавние проведенные рейды показали – сесть за руль под градусом, решаются все больше людей. Как отмечают полицейские, усиленные рейды будут проходить во всех районах города. Еще один важный аспект безопасного Нового года – запуск салютов и фейерверков. Здесь так же, как и с алкоголем, надо правильно выбирать продукцию. В погоне за рублем некоторые предприниматели забывают о безопасности. Как результат, на прилавки попадает опасная пиротехника. В декабре месяце нами из незаконного оборота было изъято более 20 тысяч единиц пиротехнических изделий, которые реализовывались с нарушениями действующего законодательства. Мы обращаемся к гражданам, к покупателям, что они имеют право при покупке запросить сертификаты, а также необходимо обращать внимание на соответствие срока годности реализуемой продукции. Уже сегодня весь гарнизон сочинской полиции перешел на усиленный вариант несения службы. В местах массового скопления людей будут дежурить дополнительные патрули. А площадки, где пройдут массовые гуляния, обследованы на предмет антитеррористической безопасности. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.